Ценник, наверное, стоит не предыдущий год, а в целом картину. Картина, на самом деле, очень печальная. Взять даже, допустим, структуру транспорта. У вас на сегодняшний день практически все выгодные маршруты не взяты частями. А все то, что не очень выгодно, взято, скажем так, на контроль государства. Ну, а почему церковь получает от этой услуги? Соответствующую прибыль. То есть от этого государство самоустроено. Видимо, с точки зрения тех, кто владеет транспортным бизнесом, здесь не так, где-то не выгодно. И если взять тот же самый частный транспорт, маршрутки, графики, можно сказать, не собираются никогда. Если мы говорим о том, что частный транспорт выгоден. Можно проверить, в любой день посмотреть, но не соблюдается. То есть все равно, что график этот находится, это действует для высоты. Поэтому говорить об эффективности частного транспорта не приходится. Что касается аптек государства, у нас эта проблема очень много состоит. У нас сейчас фактически какой-то двойвластик в этом обросе. информации, которая ей недели живая выполняет эту функцию. И государственная аптека вроде начала развиваться, и сейчас опять все темно-то тихо. Кто сейчас у нас составляет конкуренцию этим аптекам? Есть ли у нас государственная инфраструктура? На каком уровне она находится? В этом нам, к сожалению, на данный момент неизвестно. Управляющая компания, в целом, в личном плане хозяйства. А вот все эти управляющие компании, которые государственные были, несмотря на заявление, что у нас какие-то государственные будут, они фактически доведены до конкурса. Конкуренции в этой сфере нет. Нет абсолютно никакого контроля. Допустим, люди хотят выйти от одной управляющей компании, заявляют о том, чтобы их кто-то взял. Ну, есть определенные договорения, чтобы этот дом больше никто не трогал, кроме той компании, которая им уже порядком исчертела и взвинчивает нам дарифа. Понятно, что в условиях нового жилищного кодекса, который был принят еще в начале 2000-х годов, жители не могут ничего другого поделать, потому что нет государственных управляющих компаний. Никто их не возьмет. По поводу камеры, у нас сегодня на сфере медиа-кероговор был, мы отбухываем туда сотни миллионов рублей, а у нас в торговых центрах устанавливают камеры государства. У нас что, часть не может взять на себя функцию, не может взять функцию на себя полуконтрольную территорию и опять эту роль выполняет государство. Те штрафы, которые от камеры поступают в бюджет, не просто-напросто смехотворные. Просто смехотворные на этом зарабатывают сотни-сотни миллионов рублей, частники. А государство опять будет как-то в год. Мы вроде бы рядом, но вроде бы опять в бюджет поступают копейки. Социальное питание тоже, эта сфера полностью работа на налог. Вот куда вот ни посмотри, все, что выгодно, все приватизировано. А все, что не приносит прибыль, это вот государство, как мы тогда продавали какую-то стадию за 500 рублей, проявили. Все это никому не нужно. Поэтому этот вопрос, он требует достаточно серьезного подхода. Политики, государственное управление на протяжении многих лет можно поставить только НЕО. И поддерживать мы эту интенсивность. Продолжение следует...